Министерство финансов Оренбургской области внесло на рассмотрение парламентария в проект регионального бюджета на 2021-2023 годы. Прогноз социально-экономического развития разработан на основе общероссийского сценария. По прогнозам Минфина Оренбургской области, расходы бюджета региона на 2021 останутся на уровне этого года. Первоочередными расходами остаются заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты, обязательные платежи, содержание учреждений. Ключевой задачей бюджета области в следующем году продолжает оставаться реализация национальных проектов. Расходы на 2021 год составят более 100 миллиардов, на 2022 – 99,5, на 2023 – 99 миллиардов рублей. Дефицит на следующие три года будет сохраняться в размере 10% и составлять около 10 миллиардов рублей. По данным сенатора Андрея Шевченко, параметры федерального бюджета окончательно еще не определены. Та подушка безопасности, о которой мы долго говорили, что она в государстве есть, она действительно помогла, она сработала. Мы ждем окончательного решения, какие проекты, на какую сумму, наверное, будут снижаться финансирования. Но мы надеемся, что хотя бы останется на уровне текущего года. Чем будем покрывать? 3 миллиарда – это ценные бумаги. Возьмем фактически кредит по цене бумаги. Это очень большой процент на 7 лет. Коммерческие кредиты, которые правительство намерено брать. По мнению депутата ЗАГСобрания Оренбургской области Владимира Фролова, доходы региона остаются на уровне 2016 года – чуть больше 68 миллиардов рублей. Парламентарии сомневаются, что казны хватит на исполнение социальных обязательств и зарплаты бюджетников. Сокращение доходной части означает, что на некоторых отраслях придется экономить. Правительство максимально постарается порезать все, что только можно порезать. И максимально постарается увеличить доходную базу дополнительных налогов и на добычу полезных ископаемых. Подоходного налога с 13 до 15 процентов. В любом случае, вся эта история косвенно будет касаться абсолютно всех. Очень даже, конечно, ухудшит. Очень даже. У нас и так материальное положение в любой семье плохое. Я считаю, что все равно это наше правительство. Неправильное ведет токсику. Материальные стороны. У людей ни работы будет, ни денег, соответственно, не будет. Поэтому, конечно, мы не выдержим. Мы жили совсем другой жизнью, оказались в болезни. Закрыты и без работы, целые паскультуры, в целом отрезаны. Экономить, наверное, может быть, и нужно. А в затянутых поясах здесь это уже давным-давно все наступило. За 9 месяцев 2020 года доходы Оренбургской области сократились почти на 9,5 миллиардов рублей. Это почти на 20 процентов меньше, чем предполагалось получить за 9 месяцев этого года. Такие данные информагентству ТАСС сообщил министр финансов Оренбуржья. Падемия виновата, и нефть виновата, тут виновата все. Но факт не в этом, факт в том, что у нас есть запас. А наша федерация сидит на них, как собака на сене. А мы вынуждены резать социальные расходы, вынуждены сокращать дотации. Еще одной причиной экономической нестабильности стало падение рубля в отношении курсов доллара и евро. По данным Центробанка Российской Федерации, стоимость евро составляет 93,7 рублей. Доллара – 80,5. Проседание национальной валюты эксперты связывают с падением цен на нефть, пандемии коронавируса и даже с президентскими выборами в США. Предложений сейчас много, долларом зависит от предложения нефти. И поэтому нефть обесценивается, доллар растет. И в связи с этим, так как у нас в основном бюджетные статьи, они связаны с реализацией сырья, рубль падает и, следовательно, доходы бюджета также снижаются. Денис Паслер подчеркнул, что в следующем году нужно сохранить социальную направленность расходов, а также достигнуть поставленных целей по нацпроектам. На реализацию национальных проектов из регионального бюджета готовы выделить 17 миллиардов рублей. Окончательный бюджет Оренбургской области примут депутаты Законодательного собрания. Очередное заседание состоится 26 ноября.